Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Неразрешимых проблем нет. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Дорога добра привела на Красную площадь. Осень на календаре, в воздухе и в подделках. В Анапе прошел велокрестный ход. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Если есть проблема, есть и решение. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел очередной личный прием граждан. Анапчане обращаются к мэру как к последней инстанции. Подробности в сюжете. Яна Тихонова на приеме у Сергея Сергеева задала несколько вопросов. После несчастного случая потеряла руку. Дом, в котором жил отец, продали в 2011 году. На работу не принимают. Работодатели просят дополнительное поручительство из-за инвалидности, хотя на ВКК присвоили вторую группу, рабочую. Жалуются и на соседей. Самовольно установили забор. Яна обратилась к мэру за помощью. Распутать клубок проблем. И должно быть обратиться за разъяснением решения суда. То есть суд обменил те акты все о выделении земли. Но тогда объясните, на каком основании стоит забор. И суд даст разъяснение, что надо снести. И приставы его исполняют. Сергей Сергеев разъяснил права Анапчанки и объяснил. Раньше 2016 года в очередь на улучшение жилищных условий стать не получится. Вопрос трудоустройства решить легче. В центре занятости населения действуют специальные программы. Сергей Сергеев взял обращение на личный контроль. И в вопросе с соседями самоуправства допускать нельзя. Даже в ответ на нарушение. Правда, на стороне закона. Людмила Заварзина записалась на прием к Сергею Сергееву с давнишней проблемой. Просит содействия в газификации на хуторе Чекон. У соседей через дорогу к домам газ проведен. На прокладку труб жители готовы собрать деньги. Крупную сумму на проектирование не потянуть. Экологическая проблема привела жителя Витязева Ивана Казазиди. Беспокоиться о строительстве очистных сооружений и канализации в поселке. Причина обращения благородная. Средства сомнительные. Мужчина нашел инвесторов для своего проекта. Секретную фирму китайского происхождения, зарегистрированную в Москве. Дело стало. Нет разрешения на землю. Под очистные сооружения нужен участок в 20 гектаров. 20 гектаров земли получить под конверсационные очистные сооружения. Не проблема, если таковая земля есть. Но потом очистные сооружения там не строятся. И земля переводится по другой вид разрешенного использования. Мы ходим в суды, бодаемся и так далее. Поэтому я вас первый раз вижу. Возможности по инвестированию. Расскажите, кто будет инвестировать. Цена вопроса. Давайте представим на секунду. Землю мы выделили. И опыт работы с китайскими партнерами у мэра Сергеева уже есть. И каждый раз сделки оказываются с изъяном. Ни одна из них своих обязательств не выполнила. Китайцы в Россию деньги не вкладывают. Я вам рассказываю. Не вкладывают. Немцы вкладывают. Голландцы вкладывают. Англичане вкладывают. Китайцы в Россию денег не вкладывают. Мы для них рынок сбыта их продукции. Консультации, решения проблем и содействия. Записавшись на прием мэра Анапы, можно решить многие проблемы. Личный прием мэра Анапы Сергей Сергеев проводит по понедельникам. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа-регион. «Летели те лепесток» – слова детской песенки долетели до гран-при международного фестиваля «Цветик-семицветик». Анапчане привезли главный приз из Москвы. Лариса Басова встретилась с организаторами Центра развития «Дорога добра». Клуб эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра» отпраздновал очередную награду – гран-при международного фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. Песня «Лети лепесток» стала талисманом фестиваля «Цветик-семицветик». Дети, которые занимаются в клубе, имеют официально оформленную инвалидность. Руководитель клуба Людмила Комарова разработала собственную методику работы с этой категорией детей. За это время ее ученики становились лауреатами краевого конкурса фестиваля «Адрес детства Кубань», конкурса «Солнце в ладонях». И вот новый сюрприз – победа, за которую ребята получили награды и сладкий стол от спонсоров. Состоялась вот такая вот встреча благодаря спонсорам, потому что, естественно, и записать музыку, и все это нужно, нужны были деньги. Нам в этом году помогла Муршкола, простые люди собрали денег, и мы вот записали четыре фонограммы. Именно песню «Летей лепесток» нам помогли отправить наше любимое телевидение, наши любимые корреспонденты, сотрудники. Она по региону. Мы им очень благодарны. В клубе с помощью занятий вокалом, основами бального танца, поэтическим и песенным творчеством укрепляют потенциал своего здоровья дети в возрасте от 5 до 14 лет. Занятия идут с особой категорией детей – ребятами, которые страдают синдромом ДЦП и задержкой психологического развития с логопедическими нарушениями. Результаты, как отмечают родители, поразительные. «Однозначно идет положительное все в развитии. Какие бы диагнозы у детей не были, все равно идет плюс». «Да, они становятся и между собой, они стали совершенно по-другому себя вести. Ну, как сказать, вот им нравится это творчество, что они достигают чего-то в жизни, что вот у них столько эмоций, вот она всегда так делится. «Мама, вот я так жду, и дома даже меня просто удивляет своими результатами, что дома вот она дает вот какие-то слова песенок, она учит все, мы ей музыку находим, учит и поет, и танцует». «Дочь Логуши Виктория, мы ходим уже 4 года, мы Вика вообще не могла ни говорить, ничего, мы сразу как бы запели». «Результаты вообще очень такие разительные, у меня ребенок плохо разговаривает вообще там, никто не понимает, и он комплексует этим, то есть в обществе вообще, потому что на него начинают дети тыкать, а что ты не можешь говорить, а как ты не можешь вот, и получается, что он просто замолкает, и комплексует и закрывается в себя, а здесь все они как вот своей тарелкой». Сейчас ансамбль клуба «Дорога добра» записывает новую песню «Почемучка», которую отправят на новый конкурс. «Никогда на пачемучке не бывает детям скучно, здесь ужасно интересно, и пока нам неизвестно». Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-регион. «Осень календарная, осень в воздухе и в экспонатах выставки воспитанников детского сада номер 12. О том, какой видят осень маленькие анапчане и как отмечают осенние праздники, мы узнали, приехав в гости в детский сад». Традиционные осенние выставки, конкурсы в детских садах и школах посвящены краскам осени. Каждый год дети и родители придумывают необычные поделки из овощей и фруктов. Интересно создавать и собирать природные материалы. «Каждая группа приготовила свой стул с дарами осени, где вы можете ознакомиться с нашими работами. Эта выставка работает до пятницы. В пятницу, конечно же, мы наградим все наши семьи, которые приняли участие в нашей выставке». Для молодых специалистов детского сада и студентов индустриально-педагогического колледжа лауреат многочисленных конкурсов, педагог с высшей квалификационной категории Тамара Белкина провела интегрированное занятие «Деревья в осеннем лесу». Ребята старшей подготовительной группы показывали свои знания о живописи, писали пейзажи. «Нужно с детьми собирать его, собирать то, что у нас под ногами. Ни в коем случае не надо срывать с дерева, ни каштаны, ничего. Осенью очень много разного материала под ногами». Педагоги отмечают, коллективная работа по заготовке природного материала и изготовлению коллективных композиций содействует укреплению дружбы в детском коллективе. А для семьи это еще одна возможность собраться вместе и пообщаться с ребенком. Такие поделки не только приносят удовольствие от того, что делают со своими руками, но еще и очень полезны для развития мышления, фантазии и мелкомоторики. «Ой, а это кто такой? Посмотрите. А из чего он сделан, ребят? Из каштанов. Конечно». Поделки из овощей и природного материала красочные, эстетичные и всегда оригинальные. Плюс к этому безграничная фантазия детей. И обычный баклажан запросто превратить в золушкины туфельки. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Финал конкурса КВН Краснодарской лиги переселился в Анапу. И это не шутки. На финальных играх кубанских команд побывала Лариса Басова. О том, кто выступал и кто победил, расскажем прямо сейчас. Чтобы дойти до победного финиша, в финале сборной Архангельской области пришлось обыграть соперников, а это семь команд. Новое поколение Пенза, сборная Ставрополь и Ростова-на-Дону, экскурсия по городу Новосибирска, сборной Оренбургской губернии и клуб литераторов Республики Башкортостан. Команды соревновались в трех конкурсах. Приветствия, разминка и фристайл. Как обычно, шутили и смеялись над мелочами жизни и глобальными проблемами. Архангельские поморы перешутили всех соперников. Здравствуйте. Что, Галина Григорьевна, опять вы? Что на этом раздаке рассказывали? Только сразу что-то конкретное. Конкретное? Значит, курс доллара скоро повысится, потому что футчерсы на нефть подорожают. Госдолг Америки растет, поэтому бивалютная корзина повысится. Вы-то вообще к чему? Помогите найти пульт от телевизора. Вот здесь уже этот РБК. Да, Галина Григорьевна, давайте ближе к делу уже, а? Хорошо. К нам в подъезд скоро приедет Владимир Путин. Ага. С чего мы взяли? Там ремонт затеяли. А? Так это еще не факт, что Путин? Там, может, мэр или губернатор? Нет. Они сами ремонт и делают. Да, Галина Григорьевна. На этом игры сезона 2013 года Краснодарской лиги КВН закончились. Впереди подготовка к новому сезону 2014 года. Лариса Басова, Вадим Родин, Анапрегион. В Анапе прошел очередной традиционный велосипедный крестный ход в честь праздника покрова Пресвятой Богородицы и 70-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Колонна велосипедистов стартовала от храма преподобного Серафима Саровского, проехала по Пионерскому проспекту до санатория Жемчужин России и вернулась обратно. Светлана Авилова продолжит тему. Традиционно в главный осенний праздник для христиан в покров Пресвятой Богородицы прихожане Анапского храма Серафима Саровского совершают велосипедный крестный ход к останкам 464-й стационарной батареи, защищавшей город от врага в 1942-м в селе Витязево. Это 12-й крестный ход на месте гибели моряков-артиллеристов. От храма до села путь не близкий, на велосипедах час езды, если ехать без остановки. Такое расстояние никого не смутило. В колонне двигались все, как говорится, от мала до велика. Стефан Архипов участвует в крестном ходе уже не первый год. Легко ехать, потому что это праздник солнечный, веселый. Очень легко ехать на праздник. Порядка 150 человек, наверное, точно есть. Вот. Участвует у нас православная школа преображения, прихожане православных храмов, дружина юных православных разведчиков, скауты под руководством Юрия Анатольевича Никифорова, казачья дружина здесь представлена. В августе 42-го Анапу от фашистов защищали 150 моряков-артиллеристов под командованием лейтенанта Ивана Белохвостова. Была поставлена задача задержать наступление противника, насколько это возможно. Стояли в буквальном смысле слова насмерть. Удалось уничтожить 900 гитлеровцев. А вот жизнь свою сохранить нет. Мы здесь с вами не случайно. Мы на месте, на земле, которая обогрена, пропитана кровью наших защитников, наших предков, наших отцов и дедов. И поэтому здесь должно быть особое благоговение, тем более у человека православного. Я призываю вас к этому благоговению. На месте гибели русских воинов был совершен памятный молебен. Ребята из православной школы Преображения посвятили свои стихи Богородице. По мнению верующих, дата Рождества Преснадзивы Марии совпадает с датой освобождения Анапы. Это своего рода богородничий покров над городом-курортом. Твоя молитва Русь хранит от века, и ею наша Родина сильна. С твоим покровом чувства человека в творениях раскрываются сполна. Далее колонна двинулась к часовне Серафима Саровского, расположенной на территории детской здравницы «Жемчужина России», чтобы принять участие в молебне в честь великого праздника Покрова. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анапа-регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке партнера программы салона-магазина подарков «Важная персона». Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона. Важно, что ты есть. В среду, 16 октября, в Анапе будет малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 11-14, ночью до плюс 10 градусов по Цельсию. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 12 градусов тепла. Далее блок «Полезные информации» от партнера программы торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова